Отец, мы открываем свое сердце и разум для откровения с небес. Слов, которые приносят на землю небеса. Желание нашего сердца – это воздавать хвалу и честь имени Иисуса. И чтобы Ты проявлял Себя среди нас, так, чтобы дела дьявола и все то, что он пытался делать, могло просто растаять и улетучиться. Во имя Иисуса. Мы прославляем Тебя за это, Господь. Мы благодарим Тебя за это. И во имя Господа Иисуса мы воздаем Тебе всю хвалу, честь и славу за каждое сказанное слово и за каждое сделанное дело. Спасибо Тебе. Мы верим, что получаем это. Аминь. Прежде чем вы сядете, пожмите, пожалуйста, руку двум или трем людям, поприветствуйте кого-то во имя Господа, скажите им, что вы любите их. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь Иисус. Аминь. Слава Богу. Откройте сегодня вместе со мной свою Библию. Давайте обратимся к посланию к евреям. Мы ищем, изучаем и получаем концепцию силы праведности. И что я хочу, чтобы вы здесь увидели? Давайте вернемся к началу. Когда Бог все сотворил, оно было правильным и праведным. Если бы у вас был какой-то хороший аппарат, и он был бы совершенно правильным, все сплавы были бы правильными, все механизмы были бы совершенно правильными, и все было бы совершенно правильным, он бы хорошо работал, не так ли? Он бы работал на максимальной мощности, он бы вырабатывал максимум энергии, он бы давал максимальную скорость, или, что бы вы ни пытались его помощью получить, если он работает правильно. Если с ним будет что-то не так, он может вообще не работать. Маленькая вещь начинает не соответствовать чему-то. Естественным законам физики, которые им управляют. Что ж, есть духовные законы, которые управляют этими вещами. И мы говорим о праведности Божьей, о правоте Божьей, полной правоте. С ним нет ничего неправильного. С ним все правильно. Настолько правильно, что вы даже и представить себе не можете. И он настолько абсолютно совершенно прав, что для него нет ограничения. И именно так он нас сотворил. И это то, к чему мы движемся, слава Богу. Вы уже открыли послание к евреям? Хвала Господу. Аминь. Итак, твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам или посредством обучения или тренировки, как сказано в сноске, приучены к развлечению добра и зла. Итак, что может достаточно сильно повлиять на ваши физические чувства, чтобы заставить их по-другому чувствовать и воспринимать этот окружающий мир? И это не является таким уж незнакомым для тех из нас, кто освободился от разных привычек и каких-то вещей, особенно для тех из нас, кто выкуривал по две-три пачки сигарет в день. И сила Бога Всемогущего освободила меня от этой плохой привычки. Я не только не курю уже многие-многие-многие-многие-многие годы. Я не только не курю. Мне не только даже не хочется курить. Но моя плоть просто восстает всякий раз, даже при запахе табачного дыма. Нет ничего более низкого, чем курильщик, которого Бог освободил. Вы говорите, «Я думал, это была секция для некурящих. Я сведу огонь на все это место». О, моя плоть просто восстает всякий раз при запахе табачного дыма, понимаете? Что произошло? Какая-то сила полностью изменила мои физические чувства и то, как они реагируют на запах табачного дыма. И это не потому, что мой разум говорит, «О, не нюхай это, это может сделать тебя больным». Мне говорили это еще до того, как я начал курить. И на меня это никак не повлияло. Изменение произвела нелогическая часть этого. А тот факт, что как только мой дух высвободил правоту, сила Слова Божьего высвободилась в праведном действии. «И в моем духе была установлена эта связь. И сила праведности вошла в мое тело и высвободила святость. Это повлияло на мою плоть посредством плода духа». И до тех пор, пока вы защищаете свою плоть и не позволяете ей снова к этому вернуться, и вам придется это делать, потому что дьявол будет пытаться осаждать ее с помощью чего-то другого. и ваша плоть остается обученной и натренированной. Как? Вот оно здесь. Через тренировку и практику в слове праведности. И ваш дух работает правильно. Функционирует в Боге. Все системы работают и функционируют в Боге. Ваша вера работает. Сила Божья работает. Праведность работает. Мудрость работает. Надежда работает. Любовь работает. Все это работает. Именно поэтому вам не стоит крутиться в том, что противоположно этим силам, и заражать, портить работу вашего духа. Грех заражает, портит правоту. Это неправильно. Неправильно. Аминь. Это противоположно правоте, не так ли? Хорошо, пойдем дальше. Давайте обратимся к посланию к римлянам. Смотрите. Праведность от веры так говорит. Так означает, что именно так праведность постоянно говорит. Это образ жизни. Праведного духа, говорящего правильно. Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть помазанного и его помазание свести. И вы слышали, как люди так молились. Вы, возможно, в то или иное время сами так молились. О, Иисус, о Бог, приди, помоги мне в этом. О, не мог бы ты прийти. Или, знаешь, Господь, просто пошли сейчас огонь. Пошли сейчас огонь. Пошли сейчас огонь. Он послал эту силу в день Пятидесятницы. Он здесь. Когда вы говорите, О, Иисус, не мог бы ты спуститься сюда? О, я слышал, что ты явился брату Хейгену. Я слышал, что ты разговаривал с Орелом Робертсом. Слышим им голосом. Что я сделал не так? Не мог бы ты спуститься сюда? Мне нужно, чтобы ты спустился сюда. О, если бы ты только мог положить свою руку со шрамами на мой горячий от жара лоб. Попробуйте говорить более красноречиво. Может, это поможет. Начните говорить высокопарно. Боже мой. Знаете что? Это хорошо. Небеса, несомненно, посмеялись бы, если бы это не было так трогательно. Но все эти фразы вроде «Не соблаговолите ли вы?» звучащие из уст калифорнийцев или техасцев. Это звучит смешно. Поэтому можете себе представить, каково Бог услышать такое от кого-то, живущего в Южной Джорджии, когда они говорят «Не соблаговолите ли вы узнать?» Боже мой. Вы просто жульничаете с Богом. Праведность так не говорит. Не говорит. Чушь. Если вы хотите знать правду, вам лучше говорить нормально. Говорите с ним нормально и серьезно. И здесь говорится «Праведность говорит». И сказано «Не говорите так». Как она говорит? Сказано «Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем». То есть слово веры, которое проповедуем. «И сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению». Это не что-то, что вы делаете только один раз. Это было тем, что вы сделали в первый раз. И это тот процесс, который вы должны использовать каждый раз, когда вы сталкиваетесь с какой-либо ситуацией, где дьявол пытается украсть у вас что-то. Он пытается забрать у вас ваше имущество. Он пытается убить вашу семью. Он пытается уничтожить ваши финансы. Он пытается похоронить вас под горой долгов. Сердце верует к праведности. Сердце, работай правильно. Аллилуйя. Ты работаешь в Боге. Праведность Божья собирается здесь что-то сказать. Мне не нужно вызывать сюда Иисуса. Он уже здесь. Он Духом Святым сейчас внутри меня. Духом Святым. Аллилуйя Иисусу. Сердцем человек верует к праведности. К правильной работе внутри него. Совершенствованию Божьему. Там. А устами исповедует ко спасению. Вот это слово спасение означает дух, душа, тело, временный вред, разрушение. Все сделано здравым и неповрежденным. Слава Богу. Это то, что вы сделали, когда спаслись. Но благодарение Богу вы не должны были потом перестать это делать. Это был тот процесс, который привел вас к спасению. И это тот процесс, который продолжает вести вас дальше. Это сделало вас праведностью Божьей. Аминь. Почему бы кому-то не воскликнуть аминь? А теперь давайте обратимся ко второй главе книги Бытия. Что ж, сначала первая глава. Когда вы видите, как Бог говорит «И сказал Бог», «И сказал Бог», «И сказал Бог», Писание могло бы просто сказать «И сказал Бог», и затем просто перечислить все то, что Он сказал. Но Дух Божий открывал и открывает нам то, как Бог все делает. Бог на миллион процентов, на триллион процентов прав. И когда правота проговорила, оно вышло правильным. И оно изменило тьму. То есть неправильное. На свет. То есть на правильное. Вы меня поняли? Вы следите за ходом моей мысли? Хорошо. Но для того, чтобы мы с вами это поняли, Он излагал это строка за строкой. Снова и снова. И сказал Бог, и Он увидел. И сказал Бог, и стало так. И сказал Бог, и это исполнилось. Снова и снова и снова. И когда пришло время сотворить человека, Он ничего не изменил. Он сделал это точно так же. И мы читаем об этом так, как будто Он в тот момент вдруг подумал и решил «О, у меня идея, давайте сотворим себе человека». Все было совершенно не так, потому что Библия говорит, Он завершил все это еще до основания мира. даже Агнец был заклан до создания мира. Иисус получил поручение и был предназначен до основания мира. Каждый человек был спланирован еще до основания мира. И мудрость, которая сделала все это, Он предназначил для славы еще до основания мира. И Он пообещал вечную жизнь каждому человеку еще до основания мира. Поэтому Он, послушайте, когда Он сказал «Сотворим человека по образу нашему», именно в тот момент Он его и сотворил. Праведность говорила. И когда Он сотворил животных, эти животные появились от того образа, который был внутри него, замысла, модели внутри него, точно так же, как и у краснодеревщика или какого-нибудь ремесленника рождается замысел перед тем, как Он садится за работу. И Он придумывает модель, например, какую-то мебель или шкаф, или еще что-то. И внутри него есть этот замысел, эта модель. Затем Он обычно переносит этот замысел на бумагу, и тогда Вы можете видеть, что было внутри него, в его сердце, в его разуме еще до того, как Он взялся за работу, поскольку теперь это есть на бумаге. И мы можем взять то, что Он перенес на бумагу, и мы можем сделать еще больше таких изделий. Они получаются именно такими, какими Он их замыслил. Именно это и произошло, когда Бог сотворил животных. Но, когда Он сотворил человека, Он сотворил его не на основании имевшегося у Него внутреннего образа. Он сотворил человека, так сказать, с себя. Он сам был этим образом. Бог воспроизвел себя, когда сотворил человека. И Он не воспроизвел маленький миниатюрный образ себя. Нет. Человек был подобен Богу в полноте. Не было ничего, что не было бы подобно Богу. Человек был полностью совершенно прав. Он был праведен, функционируя на миллион процентов в точности подобно Богу. Тот же самый потенциал. Все. Сто процентов. И обратите внимание, как Он его сотворил. В 26 стихе, в синодальном переводе Библии, говорится «сотворим». А вы заметили, что во втором или третьем стихе говорится «да будет свет». В еврейском оригинале Бог просто встал и сказал «свет будь». И когда пришло время принести жизнь в тело Адама, Он сказал «человек, будь по образу нашему, по подобию нашему и владычествуй над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом и над всей землей и над всеми гадами, присмыкающимися по земле». И сотворил Бог человека. Перейдем ко второй главе. Посмотрите на 18 стих. Извините, 7 стих. Давайте сначала прочитаем это. «И создал Господь Бог человека из праха земного». Итак, здесь говорится о его теле. И Джесси Дюплентис очень мощно продемонстрировал и отпроповедовал об этом на одном из собраний. Бог взял эту глыбу земли и извоял из нее тело человека. Однако в нем не было никакой жизни. Это было просто физическое тело. И дальше говорится. «И вдунул в лица его дыхание жизни. И стал человек душой живой». И еврейские мудрецы говорят, что будет более правильно перевести это так. «И стал человек живым, говорящим духом, подобно Богу». Другими словами, праведность говорила от того человека точно так же, как праведность говорила от Бога. Почему? Там был Бог. Почему? Вы меня слушаете? Это не было что-то подобное Богу. Там был Бог. Это вышло изнутри Бога. Он сотворил человека изнутри себя по своему образу. Библия говорит, Иисус является образом ипостаси Бога. И послание к римлянам говорит, что мы предопределены. Когда? Еще до основания мира. Быть подобными образу возлюбленного Сына Божьего. Слава Богу, скажу вам, вы сейчас упустили хорошую возможность воскликнуть. И в этой второй главе вы приходите к девятнадцатому стиху. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их. Он не просто называл их. Вы это понимаете? Внутри Него Ему была дана праведность жизни. Он стал говорящим духом. Но человеку была дана здесь ответственность. Ему была дана ответственность над птицами, которые летают, над рыбами, которые плавают, над животными, которые ходят. Ему была дана ответственность над всей этой сферой. И это была его ответственность дать им жизнь. И именно это он и сделал. Бог привел это безжизненное тело животного к Адаму, чтобы Адам назвал его. Ты назови его. И до тех пор, пока человек был праведным, его слова имели жизнь. Его слова имели в себе жизнь. И я уже говорил вам, что такое сила праведности. Это сила жизни. Сила праведности это сила жизни. люди подсознательно чувствуют, что это существует. Это есть во всевозможных сказках и фантастических рассказах. Посмотрите хотя бы на Звездные войны. Просто удивительно, как они вставляют и крутят там Писанием. И вы задаетесь вопросом. Интересно, а не было ли у них в штате христианина? Не похоже. Но истина есть истина. И вы, если хотите, можете придумывать всевозможные дикие сказки, истории, но вы не можете выйти за свои рамки. Вы не можете прийти к какой-то мысли, которая находится вне рамок человека. У вас могут быть какие угодно мысли, но у вас никогда не будет исходной, оригинальной мысли. Нет, нет. Даже если вы будете первым на земле, к кому придет эта мысль. Ее породили не вы. Человек никогда ничего не порождал и никогда ничего не породит. У него должен быть духовный Господь, поскольку ни один человек не является независимым и суверенным. У вас есть, так сказать, духовный кабель, который к чему-то подсоединяется. Если он не подсоединен к праведности Божьей, тогда он подсоединен к падшему духовному существу, которого первоначально звали Люцифером, но затем в нем нашлось беззаконие, и он пал. Если вы духовно подсоединены к нему, вы подсоединены ко тьме, и у него нет исходных оригинальных мыслей. Некоторые люди думают, ну, есть Бог, есть дьявол, и есть я. Нет, все не так. Но заметьте, когда вы подсоединены к Богу, вы подсоединены к праведности, вы подсоединены к жизни. Я пришел для того, чтобы имели жизнь не имели с избытком. Великий пророк Исаия сказал, защищайте свой дух. Извините, в книге притчи сказано, со всем усердием защищайте свой дух, свое сердце, потому что из него текут силы жизни. Праведность говорит, и сила жизни течет. Аминь. Аллилуйя. Это довольно воодушевляющая вещь, не так ли? Теперь вы можете начать понимать, почему по мере нашего продвижения вперед мы начнем говорить об ограничении силы праведности. Аминь. Теперь вы знаете, что пытается сделать сатана, когда он оказывает давление на верующего и пытается заставить его запустить проклятие и осуждение из его уст в отношении чего-то или человека или системы или какой-то ситуации, и тот человек идет и говорит это. Сатана не может этого сделать. Он пытается заставить церковь это делать. И пока у него вполне неплохо это получалось. Поэтому есть ограничение праведности. Вы праведность Божья. но вы по-прежнему говорите как ребенок. И вы не можете ставить ребенка в позицию власти и силы. Когда Джон был еще маленьким, я купил нам с ним одинаковые дробовики. И мы с ним охотились на птиц или еще на что-то. И Джон стрелял не хуже меня. И к тому времени, когда он был еще не таким уж взрослым, он мог стрелять лучше меня. Он стреляет сегодня лучше меня. У него это получается лучше, чем у меня. И как-то раз мы были на ферме дедушки Глории. Мы прохаживались там. И там был сарай, на стенке которого сидел самый большой паук, которого вы когда-либо видели в своей жизни. Он был размером с кистюрки. Джон сказал, папа, посмотри на ответил, глупец, ты проделаешь дырку в сарай. О да, сказал он, я об этом не подумал. Он мог довольно хорошо стрелять, но невозможно дать 14-летнему телу 40-летнюю голову. Таким духовным младенцам нельзя доверить такого рода силы. Нельзя доверить, чтобы из него текла сила жизни, являющаяся такого же рода силой, которая сотворила вселенную. Духовные младенцы не ходят в таком. И проблема в том, что большинство церквей вместо того, чтобы учить и наставлять в силе праведности, учат и наставляют в церковном и религиозном неверии. Это то, как оно есть. Но все меняется. Аминь. Слава Богу, воздайте Господу, хвалу за то, что мы смогли сегодня разобрать. И поскольку вы слышали все эти места Писания, позвольте мне быстро обрисовать вам то, что дал мне Господь, чтобы я поделился этим сегодня с вами. Слово Божье в послании Якова, которое вырос в одной семье с Иисусом, называет Слово Божье совершенным законом свободы. Он совершенный. Он работает каждый раз. Но он не работает, когда вы пытаетесь привести его в действие в своих собственных идеях. Мы переехали в Талсу в декабре 1966 года. Я должен был зарегистрироваться в университете в январе 1967 года, и целый месяц я пытался придумать. Я думал о том же, о чем думают все эти люди. Как я смогу прокормить свою семью? О, нет. Это все, о чем я мог думать. Я был квалифицированным пилотом, понимаете? И я хотел пойти на работу и по возможности учиться в университете. И каждый раз, когда я об этом думал, говорю вам, у моего духа начинались спазмы. О, я не мог этого сделать. И я знал, что Бог не позволит мне это сделать. И я недостаточно знал, чтобы слышать от Господа. Я слышал от Него, но затем я игнорировал это. Портил все это и, конечно же, никто из всех вас не знает, о чем я говорю. Но я знал. Я сказал Глории, я закроюсь в этой спальне. И я не выйду из нее до тех пор, пока не получу направление от Бога, даже если это займет месяц. Ты меня понимаешь? Я пошел в спальню и захлопнул дверь. Я пал на свое лицо и просто лежал там. Я начал взывать, что я буду здесь делать, чтобы прокормить и затем ко мне пришла эта мысль. Интересно, если я сейчас помолчу, может, Бог проговорит ко мне? Это было гениальной мыслью, не так ли? И поэтому я подумал, ничего плохого от этого не будет. Я причитал так две или три недели. Фактически, даже дольше, потому что я должен был быть в первом выпуске университета Орла Робертса. Который выпускался в том году, в котором я поступил туда. Поэтому это дает вам представление о том, что я отставал на года три. Я не могу прокормить свою семью. Я не могу прокормить свою семью. Я сказал Глория, если мы возьмем детей и поедем туда учиться, мы будем голодать. Она ответила Кеннет, мы уже сейчас голодаем. Мы можем с таким же успехом голодать в воле Божьей, как мы должен прислушиваться к своей жене. Я так и сделал. Благодарение Богу я оказался в воле Божьей. Аминь. Я успокоился, замолчал, и я услышал это так же ясно, как я говорю сейчас вам. Только я услышал это вот здесь. Он сказал «Наконец-то!» Я и слова не мог вставить. Поднимись на свои ноги! Это прозвучало для меня настолько жестко. Он сказал это настолько строго, что это чуть ли не рывком поставило меня на ноги. Я вскочил на ноги. Он сказал «Я послал тебя сюда, и я позабочусь о тебе здесь, не ищи работу в этом аэропорту. Я послал тебя учиться в этот университет». Затем он начал учить меня спустя несколько дней в отношении этого. Он сказал «Этот университет не сделает из тебя служителей Евангелия. Я отделил тебя еще от утробы твоей матери. Я призвал тебя как служителей Евангелия еще до того, как ты родился. В этом университете они помогут обучить тебя для того, что я призвал тебя делать. Я буду заботиться о тебе, пока ты будешь студентом. Моя забота начинается не после того, как ты отучишься». Я подумал «Что ж, это то, что я думал». Я сказал «Да, Господь». И через день-два я зарегистрировался в университете. И затем я узнал, почему Бог не хотел, чтобы я искал какую-то другую работу. Пока я регистрировался, пока я проходил этот процесс регистрации, Дух Божий начал работать со мной точно так же, как он... Это я вам тоже хотел рассказать. Я пробыл в той спальне минут 20-25. Я встал, вышел из нее, и Глория сказала «Я что-то слышала про месяц, да? Где он? Ты не пробыл там и 20-ти минут?» Я ответил «Неважно». Я услышал с небес «Слава Богу! Аллилуйя!» И когда уже потом я зарегистрировался в университете и вышел, Господь сказал «Я хочу, чтобы ты поднялся наверх». В то время в учебно-административном здании университета Орла Робертса было только шесть этажей, и у студентов был допуск только на пять из них. На шестом этаже находились офисы администрации. Это было словно Ватикан. Вы туда не поднимались. Студентам не разрешалось туда подниматься. Но понимаете, мне было тогда 30 лет. Я не выглядел как студент. И Господь сказал «Я хочу, чтобы ты поднялся на верхний этаж». Что ж, я поднялся на пятый этаж. Я поднялся туда, и в то время пятый этаж еще даже не был завершен. Я подумал «Что ж, я дал маху». Посмотрите на это. Здесь даже ничего нет. И я начал спускаться обратно вниз, и Господь сказал «Я сказал тебе подняться на верхний этаж». Я ответил «Студентам туда нельзя». Бог сказал «Они работают на меня». И я сказал тебе подняться туда. Все это время Он говорил там. Я поднялся туда, и оказался прямо перед Руфью Рукс. Я тогда не знал кем она была. И я не знал что делать. Я знал где мне было сказано быть, но я не знал что говорить. И поэтому я просто сказал следующее, что пришло мне в голову. Я сказал «Я знаю, что это служение является путешествующим служением, и я только что зарегистрировался в качестве студента, я являюсь коммерческим пилотом, у меня есть квалификация, и я просто хотел дать знать, что если вам когда-либо понадобятся мои услуги, я нуждаюсь в любой помощи, которую могу получить». И «У вас когда-либо было такое чувство? Я что уменьшаюсь в размере?» Это то, как я себя чувствовал. Боже мой. Она сказала «Вы можете сказать это доктору Миссику?» В то время он был деканом университета. И она повернулась и сказала ему что-то, и он вышел туда. Я сказал ему это, и он выглядел так. «О, не беспокойте меня подобного рода вещами». Но развернулся и вышел. Я подумал «Ну...» И я сказал ей «Что ж, я признателен вам за это, спасибо». И я развернулся чтобы уйти. И когда я развернулся чтобы уйти, там стоял Орл Робертс. Я не знал что он вошел туда, теперь я понял почему доктор Миссик развернулся и пошел в другую сторону. Тогда я этого не знал. И Орл Робертс знаете, он на добрых сантиметров 13 выше меня. И когда я развернулся там стоял он. У меня было такое чувство будто я налетел на Бога. И в каком-то смысле так и было. Он сказал «Меня зовут Орл Робертс». Я ответил что-то вроде «Хангг, ханг, ханг». Я назвал ему свое имя. И он сказал «Я правильно услышал, что вы сказали миссис Рукс, что вы коммерческий пилот». Я ответил «Да, сэр». Он спросил «Вы можете пилотировать наш самолет?» Я ответил «Да, сэр». Он сказал «Две недели назад я хотел взять на работу второго пилота, но Дух Божий сказал мне «Вот, две недели назад, что Бог мне говорил? Не ищи работу в том аэропорту». Я чуть все не испортил. Все, что я должен был сделать, это просто лечь спать и расслабиться. Все уже было разработано и устроено. Но нет же мышления типа «Им и на 200 динариев недовольно будет хлеба». Да, я должен корми свою семью. Это даже не моя работа. Бог является обеспечителем, а не я. Я этого тогда не знал. Моя семья к тому времени это узнала, но я этого тогда не знал. В любом случае, Орл сказал «Две недели назад я хотел взять на работу второго пилота, но Дух Божий сказал «Нет, не делай этого, я хочу, чтобы эту работу получил студент, который приедет учиться». И Орл Роберт сказал «Ты мой человек». И все остальное уже история. Но одной из причин, почему Бог послал меня учиться туда, было посадить меня в этот самолет, отправить меня на те собрания, отправить меня в ту комнату для больных, где Бог учил меня, слава Богу, учил меня законом сияния и жатвы, слава Богу. Именно поэтому я и отправился в университет Орла Робертса. Почему Бог с самого начала вам это не сказал? Если бы он сказал, я бы не поехал туда в вере, я бы поехал туда пилотировать этот самолет, я прежде никогда не летал на таком превосходном самолете. Слава, да, аминь. Я бы не поехал туда в вере, я бы полагался на свое летное свидетельство пилота, что оно поможет мне попасть туда. Помните, когда Самуил пришел в дом Иисея, чтобы помазать царя. Бог сказал Самуилу, где он был, но он не сказал ему, кто именно им был. И с естественной точки зрения, Давид не выглядел как царь. Когда мы читаем в английском переводе Библии, что он был румяным, это не значит, что он был привлекательным с румяными щеками. Фактически это неправильный перевод. Что ж, это старый перевод. Про Исава тоже сказано, что он был румяным или красным. И Исав был диким человеком, равно как и Давид. Давида даже не впустили в дом, когда пришел пророк. Он дикарь. Его отправили пасти овец. Они не собирались спускать его в дом, когда пришел пророк. Он даже чистую одежду не носил. Он как дикарь. И мудрецы говорят, что разница между Давидом и Исавом была в том, хотите, чтобы я сказал вам, как дословно переводятся эти еврейские слова? Дословно. Дикий как осел, как маленький необъезженный ослик. Вы просто ничего не можете заставить его делать. Но Библия говорит, что разница между Давидом и Исавом была в том, что Давид не использовал свою дикость, пока Бог не сказал ему ее использовать. А Исав просто был диким. Точка. Но пророк Самуил не знал, он должен был ходить верой, не так ли? В этом-то и суть. Бог сказал, иди туда. Он пошел туда. Он пришел и посмотрел на каждого из сыновей, начиная с самого старшего, который был самым большим и выглядел лучше всех. И Бог сказал, нет, я его не хочу, он трус. И Самуил переходил от одного к другому. И вот наконец он спросил, у вас есть еще дети? Понимаете, он знал, что он был в правильном месте, потому что Бог сказал ему прийти туда. Но он по-прежнему ходил верой. У вас есть еще дети? Иси ответил, ну, у нас там есть еще этот дикий осел. Пойдите, приведите его. Они привели Давида, и Самуил сказал, вот, царь Израиля. Разве вы не знаете, что тот дом наполнился славой Божьей? Аллилуйя. Но суть. Ключевой момент был следующим. Слушай Бога и ничего не делай, не помазывай ни того парня, не хватайся ни за того, только лишь потому, что ты думаешь, что тебе быстро нужно что-то сделать. Не нужно ничего делать. Аминь. Давайте вернемся к Евангелию от Иоанна. И посмотрим, как служил здесь Иисус. Иисус сказал, велите им возлечь. Было же на том месте много травы. Итак, возлегло людей числом около пяти тысяч. Итак, у нас здесь порядка двадцати тысяч человек. Не так ли? С учетом женщин и детей где-то от пятнадцати до двадцати тысяч. Иисус взял хлеба и воздал благодарение. Раздал ученикам, а ученики возлежавшим. Иисус дал ученикам, а ученики дали возлежавшим. Они управились со всем этим избытком. Это была их привилегия. Благодаря их почтению Иисус доверял им. Они даже не знали ответ на этот вопрос. Но он все равно им доверял. Аллилуйя. Аминь. Именно так он будет поступать с вами, с финансами. Просто держитесь этого, пока все не станет правильным. Просто пребывайте в вере. Что бы вы ни делали, пребывайте в вере. Проповедники, ваше служение это не здание церкви. Ваше служение это не ваши машины. Ваше служение это не ваш банковский счет. Ваше служение это не одежда, которую вы носите. В действительности служение не в каких-то вещах. Ваше служение внутри вас. И никакой банкир не может забрать у вас ваше служение. Никакой совет дьяконов не может забрать у вас ваше служение. Никакой человек на земле не может забрать у вас ваше служение. Это может сделать только Иисус. А он не собирается этого делать. Аминь. Аллилуйя. Поэтому не расстраивайтесь из-за банка и всего остального. Из-за людей, из-за диаконов, из-за епископов и кого-либо еще. Не расстраивайтесь из-за всего этого. Просто утвердите и решите это. Вы должны делать это верой. Возможно, внутри у вас все подобно падающему молоту, но вы просто успокойтесь. Успокойте свою плоть. Успокойте свой разум и скажите, я буду ходить здесь верой. Я праведность Божья. Я буду ходить здесь верой. Как-то раз мы с Глорией приехали в дом моих родителей. Мы вошли в дверь. И мама в этот момент положила трубку телефона и шла из кухни к нам. Она сказала, Кеннет, давай же. Тетя Илли при смерти. Они только что позвонили и сказали, что если мы хотим увидеть ее живой, мы должны ехать туда прямо сейчас. Давай же, давай, давай. И внутри меня вы можете представить себе, как для меня это прозвучало. Это была сестра моей бабушки. Дорогая, святая Божья, милая женщина. Она всегда была весьма добра ко мне. И я не знал, что она попала в больницу. И вот мне говорят, что она при смерти. И что мы не увидим ее живой, если не поторопимся. Что ж, у меня внутри все подпрыгнуло и перевернулось, но я услышал, как Дух Божий сказал, «Тот, кто в тебе большее». И я целенаправленно успокаиваюсь. Я сказал, «Мама, просто расслабься». «Мама, просто расслабься». «Ну, ЖК, мы должны ехать». Я сказал, «Мама, просто расслабься». Я подошел к столу. Она только что приготовила ужин. Я сказал, «Я ничего не ел». «Я вспотел». Мы были в дороге несколько часов. Даже не знаю, сколько именно. Я сказал, «Я весь грязный». «Я сяду и немного поем». Мне не хотелось ничего есть. Но дьявол этого не знал. И все это время я говорил, «Тот, кто во мне, больше того, кто пытается убить тетю Ильи». Я сел. Горя просто стояла там, наблюдая за мной и за мамой, потому что она в любом случае сохраняла бы спокойствие. Она всегда такая. Я такой. Целенаправленно по вере. А она всегда такая. Ее невозможно встревожить. Ее невозможно потрясти. Мама ходила кругами. Я сказал, «Мама, просто успокойся». Она ответила, «Некогда есть». Я сказал, «Тот, кто в нас, больше того, кто пытается убить тетю Ильи». Когда я это сказал, моя мама была духовным воином. Когда я это сказал, это остановило ее. «Хорошо», сказала она. «Хорошо». Я съел два или три кусочка тех кожаных яиц. К тому времени они были уже холодными и казались мне на вкус кожаными. Меня не интересовала еда. Я просто успокаивался, принимая в расчет каждое движение, чтобы каждое движение было по вере. Каждое слово было по вере. Каждая мысль по вере. Я встал из-за стола, и она сказала, «Давай же». Я сказал, «Я пойду одену чистую рубашку». Она сказала, «Кеннет, поторопись». Я ответил, «Я буду через минуту». Я зашел в комнату, взял чистую рубашку, одел ее, развернулся и пошел садиться в машину. Я сказал, «Мама, ты садись за руль». Она села за руль, и мы поехали. Я просто откинулся назад, повернулся направо и просто начал молиться в духе. И каждое слово или два. Тот, кто во мне больше того, кто пытается убить тетю Илли. Я помещаю себя в того, кто больше, который живет во мне. Я беру власть над этой ситуацией во имя Иисуса. Смерть, я запрещаю тебе. Я запрещаю тебе сейчас во имя Иисуса. И все это время дьявол просто бегал по кругу, пытаясь накрутить меня, пытаясь заставить меня паниковать. Вы можете взять власть. Библия говорит, мы поговорим об этом. Я не планировал так в это углубляться, но все нормально. Мы можем делать то, что мы хотим делать. Все остальные уже ушли домой. Сегодня вечером мы можем делать то, что мы хотим делать. И здесь, когда тот, кто в нас, больше того, кто в мире, он не знает. Дьявол не знает, что вы делаете. Берите власть. Слово Божие говорит, выбирайте свои мысли. Не беспокойтесь или не переживайте ни о чем. Но что только справедливо, любезно, что достославно, что только добродетели, похвала, что истинно и честно, о том помышляйте. И затем там говорится, не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против вашего знания Слова Божьего, и пленяем всякую мысль в послушании Иисусу, помазанному. Аллилуйя. И дьявол сидит там. Что с ним такое? Неужели он не понимает сложившуюся ситуацию? Аллилуйя. Благодарение Богу, тот, кто во мне больше того, кто пытается убить тетю Илли. Я беру власть над своим разумом, и ни одно оружие, сделанное против меня, не может быть успешным. Так всю дорогу в больницу. Когда мы зашли в больницу, тетю Илли уже перевезли в другое помещение, потому что они ждали кого-то, кто придет и подпишет свидетельство о смерти, они уже решили, что она умерла. О, слишком поздно. Не так ли, брат Копланд? Смотря что вы считаете поздно. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Во-первых, я не являюсь спасителем. Вам придется определиться с этим и просто оставаться твердыми. И когда я зашел туда, я подошел к ее кровати. Дух Божий сказал, «Прочитай первую половину 33-го псалма и вторую половину». По-моему, это был 34-й или 36-й псалом. И когда я посмотрел на них, для меня они даже не имели никакого смысла. Но я читал не себе. Поэтому я просто подошел к кровати. И когда я подошел к кровати, там одна женщина по телефону делала приготовление для похорон. Я обратился к ней по имени и сказал, «Положите трубку». Она положила трубку. Я имею в виду, что ваши слова будут просто наполнены силой. Именно поэтому в такие моменты вам не нужно вести разговоры с кучей других людей и обсуждать кучу всего. Ничего не говорите. Говорите только с Богом. И поэтому я был просто послушен Богу. Я прочитал эти места Писания, остановился и постоял там минуту. И я услышал это в своем разуме. Там были другие люди. В то помещение привезли другого умершего человека. Его поставили там в углу. Вокруг него собралась его семья. И там шло все то, что там шло. И я услышал это в своем разуме. Эти люди подумают, что ты выжил из своего любящего ума, стоя здесь и читая Библию мертвой женщине. Я никак на это не отреагировал. Вы не должны отвечать на все, что проносится у вас в голове. Я никак на это не отреагировал. Я сказал, «Спасибо тебе, Отец, во имя Иисуса». И я прочитал эти места Писания, закрыл свою Библию и постоял там какое-то время. Господь знал, что я делаю. Я слушал. И Господь сказал, «Проговори к ней и скажи ей, «Открысь глаза!» «Проговори ей жизнь!» И я просто сделал то, что Бог сказал. Я не пытался как-то это улучшить. Я просто сказал, «Тетя Илли, я говорю вам, «Жизнь!»» И моя мама сказала, «Кеннет, «Я хочу, чтобы ты посмотрел вот сюда». У нее на верхней части груди было большое новообразование наподобие опухоли. И она всегда была высокой, стройной женщиной. И, конечно, сильно потеряв весе, она была одна кожа до кости. Можно было видеть, как эта опухоль просто торчала там. И моя мама сказала, «Кеннет, вот здесь, именно в этом и была проблема». Ни к чему было это обсуждать, что бы это ни было. Вы меня слушаете? Ну, может, нам нужно пойти к врачу, чтобы мы могли узнать, как молиться? Нет, пойдите к Библии и узнаете, как молиться. В больнице молитвы не учат. Я просто положил на эту опухоль свою руку и сказал это снова. Я сказал, «Тетя Илли, я говорю вам, «Жизнь!» Откройте свои глаза, во имя Иисуса». Ее глаза тут же открылись, как будто они были на маленьких пружинках. Она посмотрела на меня и сказала, «Кеннет, откуда ты взялся?» Я ответил, «Привет, тетя Илли». Она сказала, «Здравствуй, слава Богу!» Аминь. Она прожила еще два года. Была абсолютно самостоятельной пожилой женщиной. Ей не требовалась никакая дополнительная помощь. Она была пожилой женщиной. Два года. Она прожила еще два года. Вы должны ходить в ключевых источниках жизни, и Дух Божий знает их, но вы не придете к этому, если не будете развиваться и становиться утвержденными в спокойствии, уверенности и мире праведности. Господь не так давно сказал мне это. Буквально несколько дней назад. Точнее, несколько недель назад. Он сказал, «Когда ты провозглашаешь независимость, тогда ты должен сражаться за независимость. Тот или то, что держало тебя в рабстве, не отпустит тебя, если ты не будешь сражаться добрым сражением веры». И это доброе сражение, потому что мы побеждаем. Аллилуйя. Прочитайте последнюю книгу Библии. Аминь. Да, прочитайте книгу Откровения. Мы побеждаем. Хвала Господу. Это принадлежит нам. Нам нужно сражаться за независимость, и мы прямо посреди этого, даже дальше середины. Мы уже приближаемся к концу этого. Хвала Господу. И проявление того, о чем проповедовал Джерри Савер, и все то, о чем проповедовалось на всех предыдущих собраниях, подготавливает и приготавливает нас к этим последним минутам, когда мы просто прорвемся в этом. Хвала Господу. Аминь. К чему мы и шли. Итак, откройте вместе со мной книгу пророка Исаии 32, 17. Я хочу, чтобы вы конспектировали, я хочу, чтобы вы внимательно слушали. И делом правды или праведности будет мир. Это слово «мир» означает целостность, полноту, преуспевание, все на месте, ничего не сломано. и плодом правосудия или праведности, спокойствие и безопасность вовеки. Тогда народ мой будет жить в обители мира и в селениях безопасных и в покоящих блаженных. Аллилуйя. Я хочу, чтобы мы обратились сейчас к 53-й главе книги Исаии. Исаия 53. Исаия 53, где мы видим, как Дух Святой через пророка Исаию рисует картину Иисуса на кресте и Его воскресенье. Также пометьте для себя Псалом 45, 11. «Остановитесь и познайте, что Я Бог». Мы не будем тратить время на то, чтобы открывать Его, и большинство из вас наизусть знает это местописание, но пометьте Его как часть этого и запомните Его. И мы время от времени по мере нашего продвижения вперед будем ссылаться на Него. Итак, 53-я глава Исаии. «Кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня? Ибо Он взошел пред Ним как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия. И мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавшей болезни. И мы отвращали от Него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но! Это то, что Он бесспорно сделал. Но! Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. Эти же еврейские слова, переведенные как немощи и болезни, переводятся как печали и скорби, слабости и боль. И затем, конечно же, вы обращаетесь к 8 главе Евангелия от Матфея. И там Дух Святой через этого апостола цитирует это местописание, переводя его с еврейского языка на греческий. И затем в нашем переводе Библии оно именно так и переведено. Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. И ранами Его мы исцелились. И, конечно же, Петр в Своем послании сделал то же самое. Поэтому давайте прочитаем это таким образом. Но! Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, скорби и печали, боли, слабости, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучен за беззаконие наши. Наказание за нашу целостность, когда все на месте, ничего не сломано, было на нем. Наказание мира нашего, наказание целостности нашей, наказание преуспевания нашего, наказание полноты, завершенности нашей, когда все на месте, ничего не сломано, наказание было на нем. Аллилуйя. И ранами Его и слово «раны» там, в действительности, в еврейском языке, а также, когда это было переведено на греческий язык, это одно и то же слово. Он был изъязвлен за грехи наши, он был мучен, это то же самое слово, это те же самые раны. Ему не наносились одни раны за одну, а другие раны за другую. Нет, сказано, что теми же самыми ранами, которыми Он был мучен за беззаконие наши, теми же самыми ранами мы и исцелены. Петр и Матфей поставили это в прошедшем времени, сказав ранами Его, этими наносимыми Ему ударами и синяками, мы были исцелены. Аминь. Поэтому это уже не просто обещание, это факт. И давайте прочитаем дальше. Люди на этом останавливаются, но здесь рано останавливаться. Все мы блуждали, как овцы. Совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас. Он истезуем был, подчеркните это. Помните? Слово Божие говорит, что Иисус исцелял обладаемых или угнетаемых, истязаемых дьяволом. Болезнь это сатанинское угнетение и истязание. Он истезуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец, предстригущими его, безгласен, так он не отверзал уст своих. Если бы он открыл свои уста, это принесло бы ему избавление. Он не открывал своих уст и оставался послушным смерти и оставался послушным этой жертве. От уз и суда он был взят, но род его кто изъяснит, ибо он отторгнут от земли живых. За преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого. У меня в Библии здесь есть сноска. Если обратиться к ней, то там сказано, что в еврейском оригинале указывается на то, что он пережил не одну смерть, а смерти. Это была смерть не только его тела, это была смерть всего его существа, духа, души и тела. И вы должны помнить, что физическая смерть это единственная смерть, при которой тело временно прекращает свое существование. Оно прекращает свое существование не навсегда. Оно лишь временно перестает существовать как для грешника, так и для святого до времени воскресения. Понимаете? Смерть означает, что тело возвращается обратно в прах. Но оно не остается прахом. Нет, нет. Рожденное свыше чадо Божье будет воскрешено, прославлено в Иисусе. Но Слово Божье также говорит, что грядет вторая смерть, когда все остальные воскреснут и будут всю вечность жить в аду, в этом больном, слабом, пораженном смертью теле. Иисус сказал, что все тело будет ввержено в ад. Вы меня слушаете? И духовная смерть полностью отличается от физической смерти. Бог сказал Адаму, что в тот день, когда он вкусят от того дерева, он смертью умрет. Что ж, физически он умер только через 930 лет. Но в тот день Адам умер духовно. Что это означает? Он был отрезан от Бога. Свет погас. Праведность ушла. Это то, что мы всю эту неделю и изучаем. Аминь. Праведность умерла в нем. Все духовное внутреннее функционирование его духа, оно не прекратило существование. И в этом разница между духовной смертью и физической смертью. Когда тело умирает, физические органы умирают и разлагаются вместе со всем остальным телом. Но грядет день, когда оно воскреснет. И в нем все это будет, поскольку оно все записано на небесах. И послушайте следующее. Есть духовное функционирование. Я не знаю, как это лучше назвать. Это не лучшее для этого слова, но оно доносит суть того, что я хочу сказать. Духовные вещи трудно описать, потому что вы никогда не видели их своими физическими глазами. Но Иисус использовал естественные физические вещи, чтобы описывать духовные вещи, так, чтобы вы могли их понимать. Поэтому я это сейчас и сделаю. У вашего духовного человека есть духовные внутренности. Так же, как у вашего тела есть физические внутренности. И духовное внутреннее функционирование духовного человека делает то же самое, что делает физическое внутреннее функционирование физического человека. Физический человек есть физическую пищу, и физическое тело переваривает и усваивает эту пищу, извлекает из нее питательные вещества, отделяет их от мусора, отбрасывает мусор, берет питательные вещества и питает плоть, чтобы производить физическую силу. И ваш разум делает то же самое. Ваш разум берет интеллектуальную пищу и питается этой интеллектуальной пищей и распределяет по категориям, запоминает, отделяет и питается той интеллектуальной пищей, которая там есть, отбрасывает мусор в сторону и производит силу, интеллектуальную, умственную силу, называемую силой воли, силу воли, силу души. Если вы питаетесь только лишь интеллектуальными конфетами, тогда у вас нет никакой силы воли. Ваша душа говорит вам, что вам делать, и просто ломает вам голову. Я имею в виду, что сахар может управлять и разрушать вашу жизнь. Это просто нелепо, когда сахар может убивать ваше физическое тело, а вы просто продолжаете сидеть там и есть его, и все вокруг вас говорят. Говорят вам, что вы делаете? Почему? Потому что вы едите интеллектуальные конфеты. Вы не можете контролировать свое поглощение физических конфет, потому что вы питаетесь интеллектуальными конфетами. Вы просто сидите и смотрите телевизор. Не переключите канал. У нас 500 каналов, на которых ничего нет. Понимаете? Боже мой. А духовный человек ест духовную пищу. Библия говорит, что Иисус сказал, «Мои слова являются духом и жизнью». Понимаете? Духовный человек питается духовной пищей. Внутри вашего духа или внутреннего функционирования, внутренние духовные органы, которые получают эту духовную пищу. Переваривают ее. И послушайте сейчас очень внимательно. Я вам кое-что покажу. Вы настроили свою энтену? Хорошо. Они переваривают ее. Библия говорит, возлюбить чистое молоко Слова Божьего, чтобы от Него вы могли возрасти. И сказано, что когда вы становитесь сведущими или опытными в Слове Праведности, вы питаетесь твердой пищей, твердой пищей Слова Божьего. И апостол Павел сказал церкви в Коринфе, «Я не могу питать вас твердой пищей. Я вообще с трудом могу вас питать». Почему? Потому что в духовном плане они питались мусором, религией. Они привнесли в христианство кучу религии. И они впали в раздор и в распри. И это закрыло их дух. Почему? Это забивало их. Они не могли этим питаться. Они не могли услышать никакого откровения. Они ничего из этого не выносили. Там было очень мало духовной пищи. Павел просто питал их молоком, пытаясь... И они действовали в дарах Духа. Боже мой, ему пришлось укорять их за то, что они слишком много увлекались действием в дарах Духа. Он сказал, «Вы не имеете недостатка ни в каком хорошем даре». Так что дело было не в этом. Когда вы приходите в церковь, вы не судите о духовном соответствии и зрелости этой церкви по их действию в дарах Духа. Даже духовные младенцы могут действовать в дарах Духа. И мы дадим на это ответ по мере нашего продвижения вперед, поскольку это станет весьма очевидным. Когда мы будем продолжать говорить о том, о чем мы говорим. И духовная смерть... Понимаете? Когда вы родились свыше, ваш дух был сотворен заново. Вы были рождены не от тленного семени, а от нетленного Словом Божьим. Слово Божье было этим духовным семенем, которое дало рождение вашему возрожденному человеческому духу. И там родилась вера. Была ли какая-то вера в том мертвом духе, который был там? Да, была. В Адаме была вера. В Адаме была любовь, в Адаме был мир, в Адаме была радость, в Адаме было воздержание, в Адаме было долготерпение. В Адаме было все это. Но, когда он был отделен от Бога, он не просто отделился от Бога, он подключился к Люциферу. В нем по-прежнему была вера, только теперь она извратилась и превратилась в страх. Она была там. Духовная сила. Только теперь она была той же самой духовной силой, движущейся в противоположном направлении. Это духовная смерть. Праведность превратилась в неправильность. Все в человеке стало прямо противоположно тому, что сотворил Бог. Там, где была жизнь, теперь была смерть. Там, где была вера, теперь был страх. А страх — это вера в чью-то способность причинить вам вред или боязнь своей ситуации или обстоятельств. Это вера в то, чего у вас нет. И чего у вас не может быть и никогда не будет. И что мы теперь будем делать? Понимаете, как он работает? Боязнь змеи. Боязнь того, что она укусит вас. Это вера в способность этой змеи причинить вам вред. Это просто вера, развернутая на 180 градусов. Любовь превратилась в ненависть. Ненависть проявляется в разной степени. Но это по-прежнему ненависть. Все, что не является любовью, не является любовью. Ну, я не ненавижу их. А вы любите их? Ну, нет, я не люблю их. Что ж, тогда вы ненавидите их. Это может быть какой-то степенью ненависти, но нет такого, что есть Бог, есть ненависть и есть вы. Так уж оно есть, вы понимаете? Так уж все устроено. И когда дух был рожден свыше, страх превратился в веру. Неправильность превратилась в праведность. Ненависть превратилась в любовь к Божью. Вместо отчаяния и безнадежности появилась надежда Божья. Аллилуйя. Теперь прибывают сие три. Вера, надежда и любовь. Понимаете? Это любовь к Божьему. Это праведность Божья. Это вера Божья. Это все Божье. Почему? Потому что там находится Бог. Вы были рождены от Его Слова. Но, брат Коплант, я не чувствую, что у меня есть такая вера. Нет духовных врожденных пороков и дефектов. Она там. Вы не были рождены от тленного семени. Вы были рождены от нетленного семени. Вера там. Она там. Проблема в том, что вы недостаточно знаете о том, что там. Вы не знаете, как питать это. И вы не знаете, как управлять этим. И вы не знаете, что с этим делать, если оно не проявилось. Итак, все это есть внутри вас. И когда вы питаетесь Словом Божьим, я сказал вам, что я вам кое-что скажу. Вот оно. Вы начинаете питаться духовной пищей. Помните, что касается физической пищи. Ваше тело ест ее, усваивает ее, извлекает из нее питательные вещества и избавляется от мусора. Интеллект делает то же самое, или должен делать. А как насчет вашего духа? О да. Библия говорит, держитесь хорошего. Брат Хейгин говорил так. Ешьте сено, и вы плевываете палки. Вы плевываете религию. Вы праведный Божий. Вас есть Дух Святой. Чтобы вести вас, учить вас и наставлять на всякую истину. И когда кто-то начинает говорить вам, вы не можете делать это, и вы не можете делать то, и в конце концов мы делаем это так. А так мы это не делаем. Если вы не снимете это кольцо, Бог не крестит вас в Духе Святом. Понимаете, когда люди начинают так делать и уклоняются в придуманную людьми религию, и кто-то приходит и говорит, мы покрасим скамью алтаря. О, нет, нет, вы не можете покрасить эту скамью алтаря. О, нет, у этой скамьи моя бабушка получила крещение Духом Святым в 1919 году. На ней все еще есть ее слезы. Если вы покрасите эту скамью, мы все пойдем в ад. И кроме того, я вам больше и доллара не отдам, и свои десятины. Это чистый религиозный мусор. Аминь. Выплюньте этот мусор. Если вы прислушаетесь к своему Духу, Он скажет, вот это Слово Божье, а вот это там, просто забудь об этом. Вам не нужно поднимать движение, чтобы избавиться от человека, который это проповедовал. Возможно, он по-прежнему знает что-то, чего вы не знаете. Меня всегда удивляет, почему, если я проповедую что-то, что кому-то не нравится, они злятся на меня. За что вы на меня злитесь? Не я это написал. Я хотел бы это написать, но это написал не я. Он истезуем был, но страдал добровольно, и не открывал ус своих. Восьмой стих. От ус и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Девятый стих. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его. Ему было угодно не то, что он должен был поразить его. Ему было угодно то, что этими ранами от этого поражения мы исцелены. И он предал его мучению. Почему? Он взял на себя наши скорби и понес наши болезни, грусть и сожаление. Будьте очень аккуратны. И правильно выбирайте свои слова. Некоторые из вас говорят, «О, мне жаль. Я сожалею». Он взял на себя ваши сожаления и печали. Зачем вы распространяете вокруг эту печаль и сожаления? Ну, брат, коп, он-то, а что я должен сказать? Вы что, только вчера родились? Неужели я должен вам все это говорить? Вы могли бы сказать, «Я очень сильно извиняюсь, и я не должен был этого делать». Могу я поосниться, поцеловать большой палец в вашей ноге? Что? «Но я не сожалею, не печалюсь и не грущу». Печаль — это совершенно другое. Не делайте из этого большой проблемы перед людьми, которые этого не знают. Так вы только разожжете спор. Просто скажите, «Простите меня, пожалуйста». «Большое спасибо». Этого вполне достаточно. «Простите меня». «Примите мои извинения». Я не должен был этого делать. Благодарение Богу все закончилось. Аминь. Вы просто выбираете слова, потому что вы знаете, что они означают. Аминь. Что я делаю? Я интеллектуально, умственно, питаю себя Словом Божьим. Аминь. Просто питаю себя Словом Божьим. Ну, не думаю, что стоит вдаваться в такие тонкости. Не вдавайтесь. Вы можете продолжать в том же духе и умирать. Быть нищими. Аминь. Если не хотите, не красьте эту скамью алтаря, идите обнимайте ее, сидите под ней, плачьте над ней. Она вас не исцелит. Эта деревянная скамья алтаря исцелит вас не больше, чем дерево, растущее перед этой церковью. Аминь. Я говорю вам о том, чтобы вы становились осведомленными и пробудились к праведности и не грешили. Обратитесь к этому и начните возрастать. Выйдите на такой уровень, когда вы направляете свои слова, а не ваши слова направляют вас. Возьмите власть над своим лексиконом. Возьмите власть над своими мыслями и возьмите власть над всей своей жизнью, подчиняя своему Господу и своему лидеру Иисусу Христу из Назарета и рассчитывайте на то, что Дух Святой у вас будет помогать вам формировать новый лексикон, так что он сможет высвобождать силу праведности и все начнет изменяться, когда вы будете говорить аллилуйя. Именно к этому мы и стремимся. И это одно из того, что вам нужно уяснить о вещах Божьих. Уделяйте время и ищите ключевые моменты в каждой ситуации в жизни. Всегда есть ключевой момент, который откроет всю ситуацию, если вы просто остановитесь и познайте, что Он Бог. Скажу вам кое-что еще. Я просто чуть приоткрою для вас этот вопрос. И затем вы сможете продолжить изучать его, поскольку нам нужно много всего разобрать. Но не пытайтесь шутки ради пугать своих детей. Не выпрыгивайте на них из-за двери с какими-то криками и выкриками. Зачем вам развивать в них страх? Учите их тому, что им не нужно ничего бояться. То-то в тебе больше того, кто в мире, сынок. Не говорите им, сынок, не выбегай на улицу, папа боится, что тебя собьет машина. Нет, нет. Подведите его к машине. Пусть он ее потрогает. И скажите, сынок, машины опасны. От езды на них можно получать много удовольствия. И в один прекрасный день мы с тобой это и сделаем. В один прекрасный день я научу тебя водить машину. Мне хочется, чтобы ты побыстрее стал достаточно большим, когда мы сможем это сделать. Но сейчас тебе нужно проявлять рассудительность, находясь рядом с машинами. Потому что, если водитель тебя не увидит, он может очень серьезно тебя поранить. Но послушай, внутри тебя Бог всемогущий, и его ангелы охраняют тебя. И я говорю тебе во имя Иисуса, будь внимателен, где ты гуляешь, будь внимателен, где ты идешь. Постоянно будь бдительным и знающим, сынок. Хвала Господу. Ты лидер. Ты лидер. Веди. Аминь. Аллилуйя. И одна из вещей, которую так трудно преодолеть в этнических сообществах, является результатом этого. Например, в сообществе чернокожих чернокожим людям пришлось узнать, как мыслят белые люди. Люди не мыслят одинаково. У людей разные умозрительные модели. Вы можете взять все разные расы, выстроить их в одну линию, показать им одно и то же, и они все увидят что-то по-разному. И одни из них скажут, там произошло не это. Это может увидеть только мексиканец. Боже мой. И Мулат будет стоять, а мы говорим, это похоже на белого человека. Он не имеет ни малейшего представления о том, что происходит. И чернокожий говорит, никто из этих глупцов не знает, в чем суть. Потому что мы не мыслим одинаково. Мы видим все по-разному. И Бог благословил нас способностью разбираться в сути вопроса. Аминь. Если вы просто помолчите и послушаете, вы получите полную картину от всех их вместе взятых. Понимаете? И это то, чего дьявол боится. Но было время, когда чернокожим маме с папой приходилось сажать своего ребенка и учить его тому, как мыслит этот белый человек. Потому что в своем разуме они думали, если он знает, как тот мыслит, если он с ним не пересекается, тогда он не пропадет. И так продолжалось из поколения в поколение. И требуется много времени, чтобы преодолеть это. И вот есть белые дети. Разные из них говорили мне, белые люди не могут быть настолько глупыми в отношении того, что происходит. Они не обращают на вас никакого внимания. Они не были научены обращать на вас какое-либо внимание. Было много белых людей, говорю, много-много-много белых людей, которые пробудились во время движения в защиту гражданских прав. Которые не имели ни малейшего представления о том, что происходило. И они относились к чернокожим людям и к цветным людям. Они относились к моему народу, к индейцам. Я вырос в белом сообществе среди белых людей. И они считали меня белым. Но я знал, что я не был белым. И знаете, меня это злило. Я имею в виду, что когда белые люди побеждали, это была великая большая победа, и они все получали медали. А когда побеждал индейец, это была резня. Но я знал, почему. К тому времени, как я был достаточно взрослым, я знал, почему. Они не обращают никакого внимания. Они не знали, что они должны были обращать внимание. Они жили своей жизнью, ни о ком другом не думая. Поэтому где-то все это должно было соединиться вместе. Если вы можете взять этого молодого человека и сказать ему, послушай, я хочу поговорить с тобой, послушай своего папу. Сынок, ты праведность Божья. Аминь. Твое наследие не в чернокожей или белой, или коричневой, или краснокожей расе. Твое наследие находится во Христе Иисусе и в Его крови. У тебя есть завет с Богом всемогущим. Поэтому просто поднимись там, где ты находишься. Слава Богу. Просто давай, ходи верой. Давай, ходи любовью. Давай, верь Богу. Позволь Богу вести для тебя твои дела и я гарантирую тебе, ты начнешь преуспевать. Аминь. И дьявол будет противодействовать вам всякого рода ерундой, всякого рода предрассудками. Все фанатики будут пытаться нанести сокрушительный удар. Но вы выходите на такой уровень, когда вы не обращаете на это никакого внимания. Вам это не принадлежит. О, я не представляю, как вы это делаете. О, я рад, что вы об этом заговорили. Потому что именно это я и собираюсь вам показать. Аминь. Именно сюда мы сейчас и идем. Итак, заметьте здесь в 10 стихе. Но Господу угодно было поразить его. И он предал его мучения. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, или когда душа его принесет жертву за грех, он узрит потомство. Потомство. Послание Галатам 3, 29. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамовы и по обетованию наследники. Он узрел потомство, свое семя. Он узрел вас. Именно этим мне и нравится эта песня. Когда он висел на кресте, он думал обо мне. Он смотрел в тот день на толпу, но он смотрел дальше, и он видел меня, и он видел вас. Он узрит потомство долговечное. Именно в этот момент Бог воскресил его из мертвых. Пометьте себе, именно вот здесь Иисус воскрес из мертвых. Потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. На подвиг души своем будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой. Слово оправдает здесь. Это то же самое слово. Оправдает. Позвольте мне правильно вам это прочитать. Праведник, раб мой. Кто был его праведным рабом? Он был праведным по вере за то, что стал послушным до смерти. Но он был сделан праведным, когда он был воскрешен из мертвых. Послание к римлянам говорит в первых трех главах. «Я открылся Сыном Божьим в силе через воскресение из мертвых». Аллилуйя. Итак, заметьте. Праведник, раб мой, мой воскресший из мертвых сын, сделает праведными многих, ибо грехи их на себе понесет. Именно об этом мы и говорили. И дальше. «Посему я дам ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к владеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих из-за преступников сделался ходатаем». Возвеселись, неплодное. Аллилуйя. Итак, он пошел на крест, он воскрес из мертвых, и теперь 54-я глава книги Исаия пророчествует. Бог называет несуществующих как существующих, он обращается к церкви, он обращается сейчас к вам, он обращается к этому краснокожему человеку, к этому мулату, к этому чернокожему человеку, к этому белому человеку, он обращается сейчас ко всему человечеству. Аминь. «Возвеселись, неплодное, нерождающее, воскликни и возгласи, не мучившиеся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа», говорит Господь. «Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих, не стесняйся, пусти длиннее верви твои и утверди колья твои, ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое, потомство, семя твое, это мы, завладеет народами». Под народами, язычниками, подразумеваются те, кто без Бога, не те, кто не является евреем, а те, кто без Бога. Прочитайте послание к эфесянам, и оно объяснит это. «И населит опустошенные города. Не бойся, ибо не будешь постыжен, не смущайся, ибо не будешь поругания. Ты забудешь посрамление юности твоей». Видите это? А вы можете это видеть. Вы можете? Забудьте все это культурное посрамление, которому вас учили. Аминь. Скажу вам, вот это нанесет удар духу разделения прямо по голове, ударит ему прямо между глаз. Именно так и должно быть. Ты забудешь посрамление юности твоей, и не будешь более вспоминать о бесславии вдовства твоего. Библия говорит в послании к римлянам, что он взял на себя наше бесславие. Позор. Есть люди, которые думают, что если у христиан есть очень много материальных вещей, это позорит Бога. Но я бы не хотел строить слишком большой дом и позорить Бога. Как Бог может быть опозорен за то, что он делает что-то великое и большое? Если вы прочитаете 33 главу книги Иеремии, вы узнаете, что он сказал. «Это будет для меня честью за все блага». Это то, о чем говорил брат Джерисовейл. За все блага, какие я сделаю ему, это будет для меня честью. Отца позорит то, когда он не заботится о своих детях. И всю эту позорную ерунду приносит дьявол. Послушайте, Иисус взял на себя наш позор и бесславие. Он сказал, «Расширь свое жилище». Они не могут позорить вас. Я не позволю им позорить вас. Аминь. И обратите внимание на эту часть этого. «Ибо твой Творец и супруг твой, Господь Саваоф, имя Его, и Искупитель твой Святый Израилев, Богом всей земли назовется Он». А мы называли дьявола Богом этого мира. И Писание, говоря о Боге этого мира, не говорило о Боге земли. Этот мир и земля – это две разные вещи, когда вы обращаетесь к Писанию. Этот мир – это Вавилонская система финансов и исцеления, в которой нет Бога. Иисус сказал, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению». Но прямо перед тем, как это сказать, Он сказал, «Да на Мне вся власть на небе и на земле». Он Бог всей земли. Аллилуйя. И язычники являются Его наследием. Он завладеет ими. Идите туда и проповедуйте это Евангелие, слава Богу. Вы не должны стыдиться, и вы не посягаете на территорию дьявола. Как вы можете посягать на территорию, которая уже принадлежит вам? Ему ничего не принадлежит. Дайте ему свои обуты в готовность проповедовать Евангелие ногой прямо между глаз и скажите ему убраться с дороги. Аминь. И мы подходим к хорошей части. «Ибо как жену оставленную скорбящую духом призывает тебя Господь, и как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог твой, подчеркните слово отвержена, на малое время я оставил тебя». Это были три дня и три ночи на кресте. «Затем во чреве земли». На три дня и три ночи он отвернулся. «На малое время я оставил тебя, но с великою милостью воспряму тебя». «В жару гнева я сокрыл от тебя лицо мое на время». Конечно, он обращается к Иисусу, но в этой главе он обращается к Иисусу главе церкви. Мы его сонаследники. Он обращается как к нему, так и к вам, потому что Библия говорит, что он был превознесен превыше всякого начальства и власти всякого имени, как на небе, так и на земле, и был поставлен главой его тела, которое есть церковь. Тело Христова и Иисус намного выше всякого начальства и власти, во власти и во всех остальных отношениях. Вы сейчас со мной? Позвольте кое-что у вас спросить перед тем, как мы прочитаем это местописание. Закройте свою Библию, не подсматривайте. Будет ли когда-нибудь еще один потоп из воды? Библия говорит, что Бог пообещал ное и животным, что больше никогда не наведет на землю потоп из воды. Он не сказал, что не затопит ее больше. Он сказал, я больше не затоплю ее водой. но он пообещал затопить ее, наполнить ее своей славой. Но послушайте, он это сказал? Ожидаете ли вы, что он когда-либо скажет, что ж, надо было мне, наверное, этого не говорить. Я бы лучше снова смыл все это водой. Нет, нет, он заключил завет, не так ли? Помните, что он сказал Ной и его сыновьям? Он сказал, я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мной и тобой и животными. Он пообещал животным, что больше никогда такого не сделает. Я хочу показать вам, как Бог подходит к завету. И вам нужно подходить к нему точно так же. Если вы почитаете Писание, вы увидите, что Бог поставил радугу так, что она окружает его престол на все 360 градусов. И точно так же сверху и снизу 360 градусов. Джесси, Джесси Дюплентис, ты был там. Эта радуга там, не так ли? Можно ли в тронном зале посмотреть в каком либо направлении, где не была бы видна эта радуга? Вы можете видеть ее везде, куда бы вы не смотрели, не так ли? Если вы смотрите вверх, вы можете видеть ее, куда бы вы не смотрели, вы можете ее видеть. Он напоминает себя об этом завете каждый раз, когда он смотрит в каком либо направлении. Эта радуга бросается ему в глаза. Вы видите ее только, когда идет дождь. А он видит ее 365 дней в году, 24 часа в сутки, каждый день, каждое мгновение, каждый день. Он смотрит вверх и видит свой завет. Больше не будет ни одного всемирного потопа. Вы в это верите? Скажите аминь, если верите. Потому что я собираюсь зарядить сейчас ваше ружье. Аминь. Вы готовы? Ибо это 9 стих это для меня как воды ноя. Так, подождите, подождите минутку. Кто здесь говорит? Нет, вы пропустили это. Вернемся к 8 стиху. В жару гнева я сокрыла тебя лицо мое на время, но вечной добротой и вечным заветом в еврейском языке вечный завет хесед или хесед некоторые называют его завет. Помилую тебя, говорит искупитель твой Господь. Он обращается к искупленным. Это говорит искупитель. Бог, который послал Иисуса на крест. Бог, который воскресил его из мертвых. И Господь Иисус Христос из Назарета, глава церкви, который на 110 тысяч процентов находится в согласии с ним. Аминь. Хорошо. Ибо это для меня как воды Ноя. Как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя. О, брат Копланд, а я читаю во всем Ветхом Завете, как он гневался и укорял. Подождите минутку, это было до того, как Иисус пошел на крест? Мы сейчас читаем о времени после воскресения. Мы читаем о рожденных свыше людях. Аминь. А наши придуманные людьми и религиозные представления рисуют его злящимся и делающим то, делающим это, ломающим во многу так, чтобы он мог доказать, что он может исцелить ее. Я слышал, как один человек как-то раз проповедовал об этом за кафедрой. Если бы не Глория, я бы повел себя некрасиво. Я сильно искушаем, когда кто-то обвиняет моего отца в том, что он сломал кому-то ногу. Я знаю эти местописания, я полагаюсь на эти местописания, моя жизнь встроена в это и это встроено в меня. Я развил это и у меня есть осознание праведности Божьей и того, что тот, то во мне он больше. И любви моего отца, который превосходит всякое понимание, и он не обращается жестоко с детьми. Вы меня понимаете? Ну, брат Копланд, когда я сломал свою ногу, Бог научил меня. Что ж, конечно, он хороший родитель, но когда кто-то берет руку ребенка, засовывает ее в огонь, так, чтобы она обгорела, и говорит, теперь видишь, это научит тебя тому, что это горячо, то это является жестоким обращением с детьми. У нас есть законы, запрещающие это. Но если ребенок идет и засовывает свою руку в огонь, после того, как вы ему сказали, что там горячо, то вас можно обвинять, если вы не сказали ему, что там горячо, но если вы сказали ему, что там горячо, и вы сказали ему, не дотрагиваясь до плиты, и вскоре после этого вы слышите, а, крик, вы выбегаете, и видите, что он уже засунул руку в кипящий радиатор, и вам нужно поплевать ему на палец, чтобы помочь ему. Что вы сделали? Я знаю, что вы сделали. То же самое, что сделал я. Да что с тобой такое, сынок, я же сказал тебе, что там горячо. Впредь обращай внимание на то, что говорит тебе папа, и ты так не обожешься. Именно это Бог и пытался говорить вам всякий раз, когда вы запутывались. Именно это Он пытался говорить вам всякий раз, когда вы влезали в долги. Именно это Он и пытался говорить вам всякий раз, когда вы заболевали. Именно это Он и пытался говорить вам всякий раз, когда у вас был сердечный приступ. Но вы решили, я могу есть нездоровую пищу, и мне это сойдет с рук. Я могу каждый день есть гамбургеры, питаться Макдональдсом и сделать себе шунтирование сердца. Я не говорю о них плохо. Они знают это не хуже меня. Иначе они просто настолько глубоко зарыли свою голову в песок. Но не думаю, что они делали бы что-то неправильное. Вы не думаете, что кто-то ради денег будет кормить вас чем-то неправильным? Где вы были? Это называется жадностью. Им все равно, что будет с вашим сердцем. Некоторым не все равно, но большинству из них все равно. Это вот эта мирская система, друзья. Бог говорит нам, я за вас, я не против вас. Поэтому в следующий раз, когда вы начнете говорить, «Не думаю, что Бог по-прежнему меня любит, я просто не чувствую его присутствия, как чувствовал раньше. Не думаю, что Бог меня любит». Дайте себе сильную пощечину. Не нужно вам начинать выражаться и добавлять это к тому, что вы... Это богохульство. Это чистое богохульство заявлять, что Бог вас больше не любит. И чтобы усаживать своего ребенка и говорить ему, «Не веди себя, дорогой, так отвратительно». Иисус больше не будет тебя любить, если ты будешь так поступать. Вас следовало бы отшлепать. Я сейчас шлепаю вас по вашему духовному мягкому месту. Но если вы прислушаетесь, вас больше не нужно будет отшлепывать. Я вам гарантирую, понимаете? Именно поэтому Библия и призвала апостолов, пророков, евангелистов, пасторов и учителей к совершенствованию святых на дело служения для созидания тела Христова доколе. И все придем в меру полного возраста помазанного. Да, аллилуйя. И мы возрастаем. Аминь. И прежде чем мы пойдем дальше, есть некоторые вещи, к которым я хотел бы поучить вас в отношении ваших финансов, поскольку оно все окажется взаимосвязанным. И есть сфера спокойствия и мира в праведности Божьей. Фактически, как мы уже говорили в начале, Библия говорит, что делом праведности является спокойствие. Плод праведности – мир и безопасность. Мир и безопасность. Этот мир и безопасность, когда вы больше всего в них нуждаетесь. Любой может иметь мир, когда все идет хорошо и замечательно. Нет никакого беспокойства. Но требуется праведность Божья, чтобы вывести нас на такой уровень, где мы можем ходить в спокойствии и мире. Неважно, если весь остальной мир приходит в упадок, катится вниз, и все вокруг вас просто сходит с ума. Вы не должны устремляться вместе с Ним. Но вы не сможете выйти на такой уровень, не применяя свою веру в то, что Бог уже для вас сделал, что Он уже сказал и что Он уже вам дал. Поэтому сегодня я хочу показать вам на этот счет некоторые вещи в отношении ваших финансов. Шестая глава Евангелия от Иоанна. Вы уже там? Хорошо. Первый стих. «После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады. За Ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые Он творил над больными. Иисус зашел на гору и там сидел с учениками Своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возветочи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу, «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Итак, я хочу, чтобы вы кое-что здесь заметили. Вернитесь к первому стиху. «После сего пошел Иисус». «После чего?» «Господь». Что ж, вам придется вернуться назад и прочитать пятую главу. «Всего учения всех этих вещей, того учения, которое Он преподал, всех тех чудес, которые Он совершил». Аминь. «После сего?» «За Ним последовало множество народа». Они видели чудеса, которые Он творил над больными. Итак, Он поднялся на гору, Он сел там со Своими учениками. Иисус, возвет очи, говорит, «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» И Он сформулировал этот вопрос так. Чтобы заставить их думать и вытянуть из них то, чему они были научены. Что они видели и во что они были вовлечены в Его учении. И так далее. Потому что все это время они были там. Поэтому Он спросил, «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» «Говорил же это, испытывая его?» Или Он сказал это, чтобы выяснить, чему они научились. «Говорил же это, испытывая его?» Ибо Сам знал, что хотел сделать. У Него уже было направление от Господа. Он уже знал, что Он будет делать. Знаете, любой хороший учитель, который знает, что Он собирается делать, Он знает, чему Он учил, и теперь Он знает, чему Он будет учить. Он выяснит, на каком уровне находятся Его ученики, и Он выяснит, что они слышали, где они во всем этом, и затем продолжит учить. Он не пытался ни во что их уловить. Он вел их к тому, чтобы они еще чему-то научились. Филипп отвечал Ему, «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». И это даже не то, о чем Он его спросил. Он не спрашивал у него, сколько это будет стоить. Он спросил, где мы возьмем эту еду. Филипп не слушал, не так ли? Он придумал свой собственный вопрос. И это одна из вещей, которым вам нужно научиться в отношении вещей Божьих. Уделяйте время и ищите ключевые моменты в каждой ситуации жизни. Ищите ключевые моменты. Всегда есть ключевой момент, который откроет все это. Если вы просто остановитесь и познаете, что Он Бог. А пока вы бегаете по комнате, заламывая руки, «О, что мы будем делать? Что мы будем делать? Что мы будем делать?» и вы носите и носитесь как фризби во всех направлениях. И пока вы это делаете, вы упустите ключевой момент в этой ситуации. И в 99,9% случаев вы не только все испортите, но вы пропустите Бога и все запутаете. И все будет продолжать прогрессировать в неправильном направлении, пока вы действительно не успокоитесь и не ухватитесь за Бога. И в некоторых случаях люди делают это только тогда, когда уже слишком поздно. Поэтому нам нужно быть промолившимися, напастившимися и готовыми постоянно двигаться дальше и постоянно пребывать в Слове Божьем. Вы заметили, что когда Иисус сказал, «Сей род изгоняется молитвой и постом», Он не молился и не постился перед тем, как Его знать. Что ж, это не означало, что Он был освобожден от молитвы и поста. Он молился и постился больше, чем кто-либо. И ему тогда не нужно было поститься и молиться, потому что Он уже промолился, Он уже напастился, Он был готов постоянно, а они нет. Они могли бы изгнать того беса. Это не потому, что у них не было власти, Он уже дал им власть. Это не потому, что у них не было силы. У них была сила это сделать. Он сказал им, почему? Он сказал, «Вы не молились и вы не постились в отношении своего служения». И поэтому они столкнулись с ситуацией и они не знали, что Бог говорил об этом. Вот почему. Вы не зарабатываете силу. Вы меня сейчас слушаете. Вы не зарабатываете силу, чтобы изгонять бесов, когда вы поститесь. Вы не становитесь более сильными, когда вы поститесь. Вы становитесь более внимательными, когда вы поститесь. У вас уже есть сила. У вас есть имя Иисуса, у вас есть сила Духа Святого, у вас есть Слово Божье, у вас есть кровь Агнца. Вопрос в том, что вы не в состоянии ясно получить направление. Если вы прислушаетесь, Бог скажет вам, что это за бес и все, во что он там вовлечен. И вы можете постоять там и послушать немного Духа Святого и просто прижать этого беса к стене. Я имею в виду, просто отрезать ему ноги так, чтобы ему... И вы можете постоять там, послушать немного Духа Святого и просто прижать его к стене. Я имею в виду просто отрезать ему ноги так, чтобы ему больше не на чем было стоять. Вы можете делать это финансово в 100% случаев. Вот что Господь сказал мне несколько лет назад. Я хочу снова поделиться этим с вами. Это было несколько лет назад, когда экономика и все остальное казалось, шлепнется лицом вниз. И все средства массовой информации начали кричать и причитать экономический спад, экономический спад. Понимаете? Они не знают, что происходит до тех пор, пока это не начинает происходить. Но Библия говорит, что Дух Святой послан нам, чтобы показывать нам то, что будет происходить. Понимаете? Я молился о своем партнерском письме. Господь, что мне написать в этом месяце моим партнерам? И мы поехали в Колорадо, взяв несколько дней отпуска. Я молился об этом партнерском письме. Я молился о нем в Духе периодически на протяжении каждого дня, как я делаю в большинстве случаев. И мы сели на подъемник. И этот подъемник от одного склона поднимался к другому. Я просто сидел там, наслаждаясь тем пейзажем, молясь в Духе. Господь, что ты хочешь, чтобы я в этом месте сказал моим партнерам? Что ты... И он ответил, скажи мне присоединяться к экономическому спаду. Он им не принадлежит. Именно об этом он и хотел, чтобы я поговорил, понимаете? И тогда я начал молиться в Духе. Хорошо. Что ты хочешь, чтобы я им об этом сказал? Что ж, я много чего об этом знал, потому что с годами я много всего узнал. Но позже, спрашивая его об этом, я уделился во время своего молитвенного времени и начал слушать Духа Божьего. И первое, что вы должны осознать, это то, что он всегда говорит. Проблема не с ним. Ему было сказано говорить то, что он слышит. И Бог всегда, всегда будет вам что-то говорить. Но он никогда мне ничего не говорит. Нет, он говорит. Вы просто слишком духовно глупы, чтобы это услышать. Я был таким, вы были такими. Что ж, и время от времени мы по-прежнему такие. Еще не настолько проницательны, насколько мне хотелось бы быть. И не настолько проницательны, насколько я буду, слава Богу. Я проницательнее, чем я был раньше. Аминь. И поэтому вы продолжаете узнавать и учиться. Понимаете? И в этом вам помогает то, когда вы спрашиваете. Вы учитесь тому, как знать разницу между голосом вашего тела, голосом вашего разума и голосом вашего духа. Когда вы поститесь, это является для вас временем обучения и тренировки. И вы узнаете разницу между ними. И один из них не сможет ввести вас в заблуждение, заставив думать, что это другой, или заглушив другой. И когда я молился об этом, вот что он мне сказал. Мой народ может молиться, стоять на Слове Божьем и верить мне. Они могут отводить и предотвращать финансовые проблемы в целой стране. Иногда в их сообществе, в большинстве случаев и в своей собственной семье. В 100% случаев. Понимаете, тело Христова может собраться вместе. Говорю вам, мы можем многое останавливать в национальном масштабе, если мы соединимся в молитве и научимся тому, как это делать. Моляя за наших лидеров, моляя за судей, моляя за всех, кто находится у власти, за всех, кто имеет к чему-либо из этого какое-либо отношение. Потому что экономика, в частности, имеет очень малое отношение к политике. И они ставят это себе в заслугу, но к ним эта заслуга не придет. Аминь. И когда тело Христова перестает молиться, вы просто можете стоять в стороне и наблюдать за тем, как оно все пойдет под откос. Это будет равносильно тому, что вы просто уберете руки от руля своей машины. Рано или поздно она окажется где-то в кювете. И когда вы знаете этот ключевой момент и прислушиваетесь к Духу Божьему в этих вещах, это дает вам ключ и дает вам преимущество веры, верующего. Вы узнаете, в чем суть этого. Вы не тратите время на кучу каких-то внешних вещей и на какую-то лишнюю непонятную деятельность. Вы наносите удар прямо по самой сути и разбираетесь с этим в Духе. Возможно, пройдет еще несколько дней, прежде чем листья завянут. Возможно, пройдет еще несколько дней, прежде чем вы начнете видеть результаты, но вы можете ходить в этом, зная в своем сердце, слава Богу, зная в своем сердце, где именно вы стоите. Итак, давайте вернемся к этому месту Писания. Филипп отвечал ему, и заметьте, для Филиппа та толпа была слишком большой. Он мыслил маленькими масштабами. Большая толпа, мало денег, мало хлеба. И он думал, даже если бы мы купили на эти деньги хлеба, то мало кому чего достанется. Если взять сумку или две и пустить ее по рядам, им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу. Он сказал, некоторым из них вообще ничего не достанется. Может, мы могли бы накормить только детей? Один из учеников его, Андрей, Андрей был более духовно проницательным, чем практически все остальные, за исключением, возможно, Иоанна. Помните, именно он распознал, кем был Иисус. Он пошел к своему брату Петру и сказал, «Я нашел Христа, я нашел помазанного». Итак, послушайте, что он сказал. Андрей, брат Симона Петра, говорит ему, «Здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки, но что это для такого множества?» Он сам полностью уклонился от вопроса. Иисус спросил, «Где мы можем купить?» Знаете, каким был ответ? «Нигде». Они знали это, но они не ответили на его вопрос. Они пытались поторопиться и доказать ему, «Мы не можем накормить такое количество людей. Негде было купить хлеба». Но все, что ему нужно было сказать, это «Иисус, здесь негде взять эту еду». Вот ответ. Если ты собираешься накормить их, как ты это сделаешь? Ты собираешься совершить такие же чудеса, какие ты совершал для тех людей в отношении немощи и болезни, какие мы видели? Если бы они сразу же повернулись и начали спрашивать, все, что они должны были сделать, это ответить на вопрос. «Здесь негде купить еду». Иисус не спрашивал у них, сколько у них было денег. Он не спрашивал у них, как мало у них было денег. Он спросил, где мы можем купить еду, чтобы накормить этих людей. Ответ был, нигде. И это все, что они должны были сделать. Аминь. И это, говорю вам, это так типично для нас. Мы сталкиваемся с какой-то проблемой, и вместо того, чтобы обратиться к Богу и сказать, что ты хочешь, чтобы я сделал в отношении этого, мне нужна твоя мудрость в отношении этого. Мы просто подрываемся, начинаем молиться, как только знаем, просто устремляемся о всех направлениях. Кто-то сказал, давайте помолимся, а что, уже дошло до этого? Да, даже Бог во всей своей мудрости не смог понять, как разобраться с этой неразберихой. Бог все это время знал на это ответ. Я скажу вам кое-что еще. Мудрость веков находится всего в 45 сантиметрах ниже вашей головы. Если вы только остановитесь и поговорите с Ним об этом, остановитесь и успокоитесь на какое-то время. Остановитесь и помолчите и познайте, что Он, Бог. Аллилуйя. Я не хочу сейчас подробно останавливаться на том, как мы это делаем, поскольку мы отдельно посвятим этому время, поскольку в этом направлении мы и будем двигаться. Это напрямую относится к нашим финансам. И я хочу, что вы заметили здесь, что Андрей фактически мельком смог уловить понимание того, что Иисус уже решил сделать. Иисус уже знал, что Он накормит этих людей. Неужели вы думаете, что Он не заприметил того мальчика? Он знал, что Дух Святой работал с тем мальчиком. Он не пошел бы и не отобрал бы у того мальчика его хэппи мил. Дай мне это. Дай. Нет, нет, нет. Он не забирал бы у него его обед. Он бы этого не делал. Тот мальчик пришел, чтобы дать. Он уже предложил свой обед ученикам. И Андрей уловил это в Духе Святом. Но затем он не принял этого внимания. Знаете, почему он не принял этого внимания? Он так и не ответил на тот вопрос, который задал Иисус. Если бы он сказал, «Господь здесь негде купить еду». И затем прислушался бы к своему сердцу и к тому, что говорил Дух Божий. Но Господь здесь есть мальчик, у которого есть немного хлеба и рыбы. У тебя есть какая-то идея? У тебя есть что-то, что мы могли бы здесь сделать? И он был бы с ним вместо того, чтобы не принимать этого внимания и на несколько минут становиться там духовно бесполезным. Поскольку именно таковым он и был. Он был ни на что негоден. Он не был в согласии с Иисусом. Он не был с ним в согласии, как и все остальные. Людей слишком много, чтобы их накормить. Иисус не спрашивал у них, сколько там было людей. Он не спрашивал у них, сколько денег. он не спрашивал у них, что, как они считали он должен был сделать. Он спросил, где мы можем купить еду. Итак, молитесь, затем слушайте и затем будьте послушны. Молитесь, слушайте и будьте послушны. Аминь. Бог уже ответил. Ответ для ваших финансов уже пришел. Он уже там. вам нет необходимости бегать по комнате, спрашивая Бога, что я теперь буду делать, что я теперь буду делать, что я теперь буду... Ответ уже пришел. Ваш недостаток был уничтожен. Ваш долг был уничтожен. И пророк, и священник этого служения сказал вам, что именно делать. Поэтому возьмите этот лист бумаги и пусть дьявол его видит. Это была не просто проповедь. Он давал вам наставления, которые также действенны, как и те хлеба и рыбки в корзинке с обедом того мальчика. Аллилуйя. Аминь. И как только вы утвердитесь в этом, затем вы можете просто пребывать в покое. И дьявол говорит, что ты будешь теперь делать? Ничего. Как тебе такое? Дело не в том, что я буду теперь делать. Я посеял свое семя. Если Господь обращается к вам и говорит вам посеять семя в этом направлении или в том, он сказал, вот что я теперь буду делать. И вы получаете это, когда вы останавливаетесь и познаете. Вот когда вы получаете это. Вы не получаете это, когда вы бегаете туда, сюда, и когда вы совершенно расстроены. О, я не знаю, где сегодня вечером мои дети. Я не знаю, что я буду делать. Это не то время, когда вы получаете направление от Господа. Вы получаете направление от Господа, когда вы обращаетесь к Нему. Не тогда, когда вы кричите на Него, а когда вы обращаетесь к Нему и замолкаете. Аминь. Если вы продолжаете пытаться услышать Бога этими физическими ушами, вы никогда ничего не услышите. Нет, 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 нет. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему поклоняются в Духе и истине. И учитесь обращаться внутрь себя, чтобы услышать. Вы знаете об этом даже больше, чем вам кажется, потому что вы постоянно прислушиваетесь к тому, что внутри вас. Только в большинстве случаев вы прислушиваетесь к своим собственным мыслям, к своему собственному духу и к своему собственному разуму, вместо того, чтобы успокоиться, остановиться и прислушаться к Богу. Иисус сказал, Мои овцы знают мой голос. Если вы никогда этого не делали, возьмите это местописание, выпишите его, носите его с собой несколько дней и просто благословляйте им Господа и говорите, я твоя овца. Я намерен знать твой голос, я намерен услышать здесь в небе свое имя Иисуса. Затем помолчите какое-то время, остановитесь и познайте, что он Бог. Бог разработал путь того, как вы, я, может стать частью небесной и земной Божьей системы наград и благословений. Послушайте, я могу присоединиться к могущественным благословениям Божьим, пребывающим на Билигрэме или на любом другом великом пророке и апостоле Божьем, помогая им делать то, что они делают. Аминь. Бог нелицеприятен. Аллилуйя. Вы можете стать частью того, что мы с Глорией и все сотрудники нашей миссии получаем в качестве Божьих благословений и Божьей награды, помогая нам делать эту работу. Все очень просто. Но как раз все, что делает Бог, является простым, реальным и эффективным. Отец, я молюсь за тех людей, которых ты призываешь и которым ты говоришь сеять в это служение. И во имя Иисуса я молюсь об их благословениях, и я молюсь об их небесной и земной награде за то, что они делают. Во имя Иисуса, чтобы помочь нам делать то, что делаем мы. Жертвуя тебе, Господь Иисус. Мы принимаем это во имя Иисуса. Аминь. Если Господь ведет вас это делать, молитесь об этом и действительно верьте, что Бог ведет вас это делать. Если вы хотите заказать наши книги, напишите нам по адресу, который вы видите на экране. До встречи! А пока помните, что Иисус Господь отмечает не не ни 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 Продолжение следует...